здравствуйте дорогие мастерицы с вами опять лилия гарапаха художник дизайнер по канзаши и сегодня мы начнем серию видео мастер-класса по изготовлению цветов для украинского венка и вот здесь на столе как вы уже успели заметить я разместила вот такой вот красочный фейерверк полевых цветов которые входят состав украинского венка и сегодня мы начнем с вами работать над изготовлением вот такого вот красивого подсолнушка на сегодня все остальное я убираю в сторону а сейчас я вам расскажу что для этого надо чтобы сделать вот такой вот симпатичный подсолнушек и так нам нужны атласные ленточки четырех цветов зеленые как видите вот такая вот зеленая широкая 4 сантиметра и длиною 6 сантиметров три отрезочка желтенькая ширина 2 сантиметра длина 4 сантиметра нам понадобится 20 таких отрезочков чуть-чуть потемнее ленточка зеленого цвета нам понадобится тоже ширина 2 сантиметра и длина 4 сантиметра таких отрезочков нам понадобится 10 коричневая ленточка если у вас есть узенькая ленточка очень хорошо у меня не нашлось такой и я взяла ширину два с половиной сантиметра но я ее разделила пополам длина такого отрезочка нам понадобится 40 сантиметров также я нам понадобится для срединки как вы успели заметить у меня срединка с бисера нам понадобится низочка бисера которую я уже предварительно нанизала тоже длина 40 сантиметров вот такого вот длина бисерной низочки у нас 40 сантиметров и так из инструментов нам понадобится свеча клеевой пистолетик полимерный клей линеечка пинцет ножницы зажигалка дальше нам понадобится вот такой вот кружочек вы можете его вырезать из ветра из всего лишь что у вас есть под рукой для срединки мы еще будем использовать или пуговицу если у вас есть у меня нашелся вот такой вот пластиковый кружочек и чуть чуть флизелина чуть побольше этого кружочка если у вас нет флизелина вы можете взять атласную ленточку итак приступим пока все остальное все ненужное я убираю сторону и я вам покажу как сделать листок начнем с листочка и так большие листочки нам понадобится три штуки мы вырезаем их вот таким вот образом обрезая бортики форма листочка берем зажигалку в руки и обжигаем и заворачиваем придавая волнистость краешку работаем мы со средним участком пламени теперь загибаем лицевую сторону внутрь с изнаночной стороны намечаем срединку и прижимаем определяя таким образом жилочки нашего листочка вот такой вот листочек у нас получается откладываем этот листочек в сторону приступаем к желтеньким листочкам это уже не листочек а лепесточек у нас будет итак каждый лепесточек я обрезала в отдельности так вот срезаем бордюрчики и делаем немножечко вот так вот уголочек нашего листочка и по прямой опять же таки обжигаем и делаем волнистость не обжигая вот этот вот краешек потому что потом для работы нам будет это удобнее так как у нас подсолнушек лепесточки имеет такие прожилочки мы загибаем вот так вот с одной стороны и точно также намечаем прожилочку одну одна и вторая так как лепесточки маленькие загибаем на лицо и делаем подпаливаем немножечко с обратной стороны потом переворачиваем на изнанку и вот такой вот внутренней уже по прожилочкам мы загибаем внутреннюю складочку зажимаем пинцетиком и запаиваем вот такая вот с изнанки у нас получилось теперь с лицевой стороны но с изнаночной подносим и вот так вот на пальчик загибаем чуть-чуть чуть-чуть листочек получился и вот такой вот лепесточек у нас получается лепесточек нашего подсолнушка дальше я вам покажу как вот этот вот лепесточек мы будем делать итак складываем изнаночной стороной внутрь лицом наверх обрезаем побольше вот так вот на уголок зажимаем пинцетиком делаем острый лепесток канзаши и запаиваем запаиваем хорошо запаяли теперь изнаночной лицевую сторону на лицевую сторону обратная сторона нашей ленточки загибаем вот таким вот образом наши краешки к серединке зажимаем пинцетом и запаиваем вот такой вот лепесточек у нас получился у нас осталась последняя ленточка последний кусочек нашей ленточки это коричневый я вам сказала я ее обрезана потому один кусочек мне не нужен я откладываю в сторону а с этим кусочком я покажу вам что я буду делать я беру свечу зажжем эту свечу и обрезанный краешек мы заплавим вот так вот на свече мы заплавили свечу убираем сторону и теперь делаем вот так вот согинаем изнанкой внутрь берем иголочку с ниткой берем иголочку с ниткой и проходим по всей длине намёточным швом я вот таким вот образом я вас не буду утомлять этой работой так как я подготовила уже все я вам покажу только что мы будем дальше делать вот я прошла а потом берем и потихонечку это все дело стягиваем стягиваем для того чтобы вокруг нашей серединке сделать вот такой вот видите ободочек кучерявый так как по окружности серединке у нас 12 сантиметров мы отмеряем 12 сантиметров зажимаем и закрепляем нашу рюшечку узелочком вот так вот и обрезаем нашу ниточку и так у нас получилось вот такая вот рюшечка мы откладываем ее в сторону сейчас мы берем наш вот кружочек или пуговицы я вам говорила кусочек флизелина или атласной ленточки что вы себе приготовили и опять же таки намёточным швом мы обходим делаем узелок и обходим по краю наш кружочек для это для чего для того чтобы потом во внутрь мы положим нашу пуговичку или нашу заготовочку что мы для этого приготовили и затянем ее ну вот я обошла вокруг теперь вкладываем вовнутрь пуговичку или заготовочку и затягиваем и закрепляем все вот таким вот образом так как я уже себе закрепила я подготовила это все вот дело и сейчас мы приступим к сборке нашего цвет подсомых а и так к основе вот такой вот фетровой в таком порядке мы будем прикреплять с вами лепесточки это первый ряд наших лепестков вот это из этих темно зелененьких предварительно разогретым пистолетиком мы с вами наносим клей и и приклеиваем еще один лепесточек вы доклеиваете и приступаем к следующему ряду я уже себе наклеила вот в таком вот порядочке у нас получается первый слой зелененьких лепесточков это изнаночная сторона поворачиваем на лицо и между листиками приклеиваем вот эти лепестки нашего подсолнушка я с вами сделаю только второй ряд этих лепестков и так на изнаночную сторону наносим клей и уже в шахматном порядке опять приклеиваем вот так вот в этом видео я вам покажу всего лишь половину работы на однако в этом видео я вам покажу с нашим подсолнушком так как на ю тубе время ограничено и мы не успеваем потому что трудоемкий очень процесс изготовления подсолнушка в следующем видео мастер-класса я вам покажу как сделать срединку как закончить срединку мы ведь мы уже начали ее немножечко то есть мы половину подготовили половину сделаем в следующем видео то есть закончим сборку нашего подсолнушка и еще один лепесточек вот так вот итак у нас есть мы подготовили подсолнушек для вклеивания срединки мы подготовили заделанную заделанную пуговичку подготовили все для этого и в следующем выпуске я вам расскажу как сделать эту срединочку как закончить наш подсолнушек и увидимся в следующем выпуске всего хорошего спасибо 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 спасибо